Пять раз по двадцать. Всего двадцать раз. Нужен темп. Кепку выброси. И давай слава. Считай. Да поднимайся до прямого угла, лопатки своди. Вот, лопатки сводим. Сильно добрый тренер. Я считаю, что их очень мало у нас. Даже по сборной команде у нас. Ну, по головке, если будешь гладить, как бы просто дети садятся. Есть тренеры, которые я смотрю, вот они вот болтают, болтают, болтают. Он после тренировки останется, болтает им по двадцать минут, что-то там рассказывает. А результат тут я не вижу. Более пятнадцати мастеров спорта и международников, чемпионы России и Европы, воспитанники заслуженного тренера России по плаванию Ирины Симаковой, давно уже гордость не только Орской спортшколы «Надежда», но и всей страны. Под ее чутким присмотром в стенах этого бассейна тренировалась Виталина Симонова, заслуженный мастер спорта, чемпионка планеты по плаванию в ластах, обладательница сразу нескольких мировых рекордов. Жизнь на бортике бассейна и другой не надо. История Ирины Симаковой в нашей сегодняшней программе. Он не умеет ни читать, ни плавать. Такого человека в Древней Греции считали необразованным. Освоить эти навыки задача непростая, но еще куда более сложная – обучить. Особенно, если речь идет о спортивной дисциплине. О том, что в будущем это станет ее работой, в далеких 70-х Ирина Симакова вряд ли догадывалась. Она и в бассейне-то ни разу не бывала, вплоть до третьего класса. Людмила Григорьевна, тренер по плаванию, пришла в нашу школу. Я училась в средней школе 69 в городе Свердловске. Набирать детей, кто желает заниматься плаванием. Ну, я там на речке сидеть, под нураком ползала, думала, что я умею плавать. Ну, и получилось так, что я самая первая сидела в этой компании, которые пришли в бассейн. Остальные мальчишки были, двое нас девчонок. Я самая первая прыгнула в бассейн «Юность» и пошла на дно. Ну, и пришлось мне по палочке вылезти. Палочку в тренер, да, я вылезла. Мне казался процесс обучения очень долгим. Хотя дети за месяц уже умеют плавать, а я как бы сама по характеру такая шустрая была. Но почему-то очень боялась воды потом. Я так сейчас уже осознаю. Потому что все уже плавали по 25 метров, а мы все с одним мальчиком стояли и боялись лечь на спину, на углу бассейна там сидели. Но потом потихонечку-потихонечку я стала плавать. Как сейчас помню, и детям говорю, это вы не можете запомнить свои результаты, за сколько вы плавали. Я полтинники в конце третьего класса плавала от 53 до 59 секунд. У меня даже грамоты все еще коронятся. В 1975 году юную Иру зачислили в школу-интернат спортивного профиля, где под руководством Юрия Дронова она тренировалась вплоть до поступления в институт. Норматив мастера спорта СССР Ирина выполнила в 14 лет. Гордость и счастье было чувство. Я его выполнила на контрольном старте в этом же бассейне спорткомбината «Юность». Потом мы поехали на всероссийские соревнования. Они назывались на прессе «Самольская правда» раньше. У меня перед тем, как уезжать в этот же день, заболела шея. Я не могла повернуть шею всю ночь. Я помню, в самолете тренер мне мазал шею, там с трудом поворачивала шею. Я тогда выполнила норматив мастера спорта и выиграла эти всероссийские соревнования. Это как бы одна из крупных моих тогда первых медалей была. Выполнила на дистанции 200 батарфляй. Образ жизни помог спортсменке определиться с выбором профессии. Никаких мук и терзаний. Учиться однозначно на тренера. Окончив Челябинский институт физической культуры, молодой наставник Рьяна взялась за работу. В 1991 году, во время очередных спортивных сборов, наша героиня познакомилась с будущим мужем Виктором Сидоровым. За ним поехала в город Орск. Нашлось и дело по душе. Ирину Симахову пригласили в только что открытый бассейн «Дюш Надежда». В детстве она мечтала стать капитаном корабля. Не можно сказать, что желание это отчасти исполнилось. Первым мастером спорта на этом корабле была Алена Ключникова. Эстафету подхватили. Из сильно талантливого ребенка сразу видно, что он будет талантливым. Вот если Виталина Симонова, по ней сразу было видно, что она талантливая. Подальше Костоваровой я бы не сказала, что там у нее рост под метр восемь, что ей Бог дал столько таланта. За счет труда люди. Она плавала, достигла своих высот. Мастер спорта, победитель первенства России, финалистка первенства Европы. Кто хочет трудиться, тот добивается успеха в спорте. Конечно, не каждому это дано. Та же Лена Сирко, я бы, например, никогда, даже когда она выиграла медаль на первенстве Европы, я еще тогда за два года бы никогда не сказала, что Лена может отобраться на первенство Европы и выиграть первенство России. У меня даже мыслей таких, честно говорю, не было. Я всегда ей и родителям говорю, я тебе кланяюсь низко в ноги. В июне Дюш не отдыхает, но работает в несколько ином режиме, более свободном. Пока одни готовятся к городской эстафете, другие гоняют мяч. В роли футболистов пловцы. Тренировки, кстати, никто не отменял. Восемь часов утра ребята уже в спортшколе. Ранее пробуждение на каникулах достойно восхищения. Для Ирины Павловны подъем в 5.20 не подвиг, привычка, выработанная годами. Не стесняясь детям, говорю, я вставала в 4 часа, шла в 5 утра, мыла книжное издательство в городе Екатеринбурге, а потом шла к 8 утра на тренировку. Ну не каждый день, но пару раз в неделю я так с мамой ходила, мыла полы, потом шла на тренировку. Ну, наверное, с детства вот это трудолюбие везде, и в спорте, и в семье, как-то мне помогает. Я могу лечь в 2 часа и встать в 5 часов, поставить будильник, у меня нет такой привычки, как у многих полежать. Они мне говорят, как ты так быстро соскакиваешь? Я говорю, у меня с детства привычка. Иди, старик, правильно! Семен, куда опять тазом водишь? Держи, напрягай таз! Перед водой тренировки на суше. Без необходимого комплекса упражнений размяться как следует не получится. Если у тренера Симаковой своя методика, наша героиня отвечает отрицательно. Важным считает учиться у других, более опытных мастеров, не стесняться задавать вопросы. Для того, чтобы пловец, выражаясь спортивным языком, выстрелил, одного желания и таланта мало. Не обойтись без трудолюбия и сильного характера. Будущего чемпиона должны поддерживать родители. Тренировки – это та же самая работа. Я по себе даже помню, когда мы шли из школы в бассейн, идешь, и неохота. Но куда деться, все равно идешь. Заставлять себя. Бывает так, иногда вообще не хочешь идти, но идешь на тренировку. Так тяжело прыгнуть в воду в начале тренировки. Такие моменты у каждого спортсмена бывают. Надо преодолевать это чувство. Ну и коллективизм, наверное, должен быть. Не должно быть зависти. Есть у меня ребята, которые вот, ну, например, с нашей команды мальчик выполнил мастера спорта, а он даже ревел от зависти, что вот он выполнил. Вот такие ребята есть. Как бы боремся с этим тоже. У спортсмена не должно быть трусости. Вот есть дети, которые талантливые, они плывут, но у них чувство страха перед соревнованиями, они выходят на дистанцию, и они все, ничего показать не могут. Вот это тоже тяжело. Боремся с этим. Не так давно в «Надежде» начали развивать плавание в ластах. И нужно заметить, в этом виде арчане уже преуспели. Юля Мурзакаева – двойной мастер спорта. И в классическом плавании, и в подводном. На первую свою тренировку девушка пришла 10 лет назад. Сначала я пришла в обычную группу. Рим Павловна набирала детей для здоровья заниматься. Она меня выделила и взяла к себе в группу заниматься уже со старшими ребятами. Ну, она увидела мои способности. Года в год так тренируюсь, и уже, ну, если я не схожу на тренировку, у меня уже там начинает болеть голова, мне становится скучно, мне нравится ходить на тренировки, и такой образ жизни. Совсем недавно норматив мастера спорта на первенстве России в Волгограде выполнил Андрей Прошин. Сегодня парень не плавает, на соревнованиях получил травму. На разминке посмотрел неправильно, не в ту сторону, и мне, я начал уплывать, мне прыгнули на руку, сломали палец. Ну, ничего, было больно, но потерпел, проплыл. Мои планы вообще, я хочу олимпийскую медаль, так как надо ставить цель чуть-чуть выше, но навряд ли мне это получится. Но я надеюсь отобраться на первенство Европы через два года. Будет проходить первенство России, отбор на первенство Европы. Это, я думаю, реально. Благодаря Олимпалу, я думаю, у меня все получится. Подняться на пьедестал самых главных соревнований мечтает и девятилетняя Вика Ищеулова. Поклонница чемпиона паралимпийских игр в Лондоне, новотрайчанина Павла Полтавцева, уверенно делает свои первые шаги в большом спорте. В этом году в подмосковном городе Раменское проходило первенство России среди детей с ограниченными возможностями. Орская спортсменка завоевала серебро сразу на двух дистанциях. Трудолюбивая девочка наверняка еще не раз заявит о себе. Ее тренер в этом не сомневается. Акустика в бассейне далеко не идеальная, но громкий командный голос Ирины Симаковой нельзя не услышать. Потому, получив задание проплыть эстафету, спортсмены спешат его выполнить. Сама Ирина Павловна считает себя строгим тренером, а вот воспитанники не так однозначны. Она не строгая, она, можно сказать, она даже не ругает, она просто делает замечания, чтобы мы намного лучше плыли. Я думаю, что меня тренер очень многому научит. Ирина Павловна не строгая, она требовательная. Ирина Павловна очень хороший тренер, очень разумный, всегда поддерживает нас, помогает нам добиться, чего мы хотим в этой жизни, помогает нам улучшить характер свой, силу воли. Просто говорит, не берегите себя, старайтесь, как можете. И работайте, но своей головой самое главное. Результат начинается с головы. Все это прекрасно понимают и делают результат на дорожках. Любовь к плаванию в семье заслуженного тренера передалась по наследству. Старшая дочь Кристина выполнила первый разряд. Младшая Оля – кандидат в мастера спорта. Сын Владимир продолжает заниматься и сегодня. Володя – мастер спорта по плаванию и плаванию в ластах. На следующий год его возраст – первенство Европы. Вот стоит задача, чтобы он вошел в пятерку на дистанции 200 вольной стилы. Он участвовал в эстафете 4 по 200 на первенство Европы. Вот задача такая. Сейчас он тренируется в Америку, уехал уже два дня, на два месяца уехал. Вот, спортивный лагерь, там сегодня я с ним утром болтала. Из шести стран ребята тренируются. Тренер его хвалит, он ему сказал, что ты должен... Я не понимаю, как это ты еще не в сборной команде. Я говорю, ну дай Бог молитвами этого тренера, ты на следующий год попадешь в команду юношескую сборную. Перед соревнованиями она желает спортсменам удачи и говорит с Богом. А во время заплыва не просто переживает, а превращается в неистого болеющего на трибуне фаната. К сожалению, иногда даже поддержка тренера не спасает от поражения. Никуда от этого в спорте не денешься. Сегодня ты на волне, вот завтра ты там внизу. Вот ребята наводили у меня порядок в сейфе, нашли журнал за 2006-2005 год. Вот, открываю журнал и показываю. Вот смотрите, в 2006 году Виталина плыла по нормативу на Олимпийские игры. 2, 27, 48. Это она в 14 лет плыла по нормативу на Олимпийские игры. Вот сейчас она готовится к третьей Олимпиаде. Одну Олимпиаду мы провалили, потому что надо было нам проплыть 200 комплекс. А потом мы решили закупаться и не попали в финал, чтобы перекупались, не рассчитали. Вторую Олимпиаду загрузили сильно. Она пролетела, а потом через месяц на других соревнованиях уже была. По результатам в сборной команде уже команду составили. Вот сейчас третья Олимпиада ее. Дай Бог, чтобы все получилось. Кто вот сейчас плавает, средний возраст, ребята, ноги могли уже бросить, например, в том году. И с родителями работали, и с ними. Я говорю, родители вас отправляют в бассейн, чтобы вы занимались здоровьем. Выходите в бассейн бесплатно. Люди ходят в фитнес и платят такие, ну, деньги большие, чтобы заниматься своим здоровьем. Посмотрите Запад, все занимаются здоровьем. Я когда была в Америке, приезжают все на океан после работы, кто на роликах, кто на велосипедах, кто спортивной ходьбой. Я говорю, а вас сюда родители привели, они хотят видеть вас здоровыми в первую очередь. Неизвестно, получила бы Оренбургская область такого наставника, придя в далеком 73-м в Свердловскую школу, тренер не по плаванию, а по биатлону. Она бы и в этом виде спорта могла добиться многого, считает Ирина Симакова, объясняя это любовью к лыжам и стрельбе. А если бы не стала тренером, признается Ирина Павловна, нашла бы себя в торговле. Опыт есть. Получен был в непростые 90-е, когда супруг только начинал заниматься бизнесом. Ему было стыдно, например, встать на рынке, торговать чем-то. Мне не стыдно было, говорю, а мне не стыдно, я хочу зарабатывать деньги. Нынешним ходом вещей в своей жизни Ирина Симакова вполне довольна, а работу любит. Особенно, когда ребенок начинает первые шаги, вот он поплыл, ты вот прям гордишься, вот он выполнил первый, там, третий юношеский разряд. Ты точно так же с ним же радуешься, как они выполняют норматив мастера спорта. Вот они с этих козлов идут, идут по 8-10 лет на глазах, и потом, когда они приходят уже студентами, там уже, когда закончили институт, и приезжают, и смотришь. Я вот им прямо говорю, вот этот был такой разгильдяю, столько он мне нервов вымотал, говорю, а посмотрите, какой, говорю, красивый. С 96-го года в Ворской Дюш проходит всероссийский турнир по плаванию «Надежда». Как правило, его чемпионы в дальнейшем становятся членами сборной страны. За этот трамплин можно сказать спасибо Ирине Симаковой, чуткому наставнику. Тому, что интересуется, как дела, и раздает оскорбинки после тренировки. Спасибо, Саша, желаю вас видеть добрых, здоровых, здоровых. Сейчас спокойно уходим. Сюда не верите, аккуратно, что и здоровые. Сюда не верите.